Ребят, вы когда-нибудь видели молоко с кока-колой, с чаем и с гидрофобным песком? У меня есть такая штука. Хочу вам порекомендовать недообзор, авторский канал Жени, обычного простого парня. На его канале вы найдете посылки из Китая, обзоры гаджетов, техники, приложений и всяких других интересностей. Все это Женя рассказывает интересно и весело. В каждом его видео также есть конкурсы. Подписывайтесь, комментируйте, критикуйте и выигрывайте. Мне этот канал очень понравился. Ссылка в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Алекс Бойко. Как вы помните, совершенно недавно у меня был в обзоре гидрофобный песок, который вы сейчас видите у себя на экране. Это песок, который невозможно намочить. То есть мы его опускаем в воду, вынимаем и он остается сухим. Это видео оказалось очень популярным. Мне посыпались десятки, даже сотни комментариев, в которых зрители предлагали разные способы, как же намочить этот песок. И вот, ребята, я решил снять новое видео, в котором я попытаюсь намочить этот песок в различных жидкостях. Для обзора я приготовил кока-колу, молоко, а также кипяток. Итак, поехали! Для начала мы попробуем замочить наш гидрофобный песок в молоке. Открываем пакет. Заливаем его в стаканчик. И затем насыпаем наш гидрофобный песок. Как мы видим, он тонет, тонет, тонет. Достаточно. Давайте-ка попробуем достать его из молока. Опля, сухой. Ребята, он сухой, посмотрите. Он не намокает в молоке. Итак, первый опыт мы провели. В молоке он не намокает. Посмотрите, я слил молоко на дне, а остался песочек. Ну что ж, давайте его зальем теперь кока-колой. Берем нашу кока-колу. Кстати, у нас есть специальная открывашка, которая стреляет крышками из прошлых наших обзоров. Открыли. Как вы думаете, зачем я поставил тут свинку из Майнкрафта? А вот зачем. Пробуем заливать наш песок кока-колой. Давайте добавим сюда песочка. Побольше, побольше. Насыпаем побольше. И заливаем сюда кока-колу. Внимание. Залили. Ну что же там происходит? Смотрите, песок на дне кока-колы. Вот он. Но по-моему, он также не намокает. Посмотрите, его можно все так же лепить. Вот он тут лепится. Кстати, классно идут пузыри. Вот он лепится, лепится, лепится. Ну что ж, давайте попробуем его достать, извлечь и посмотреть, намок он или нет. Итак, внимание, извлекаем. Нет, ребята, он не намок. Он не намокает кока-коле. Посмотрите. Посмотрите, это прикол. В кока-коле он также не намокает. Нужно слить нашу кока-колу. Сливаем прямо в молоко. Посмотрите, я сливаю, а песок на дне остается такой же, как и был. Посмотрите. Совершенно сухой, как будто здесь ничего и не было. Прям вон капельки кока-колы по нем перетекают и не впитываются. Я прибегну сейчас к последнему средству. Я залью его горячим крутым кипятком. В этом стакане у меня кипяточек. Заливаем. Давайте еще для полного счастья опустим сюда пакетик с чаем и заварим чаечек. По-моему, чай заварился. А, горячий. Что ж, давайте посмотрим. Он снова таки, смотрите, лепится. Лепится. Но интересно, он намок или нет? Мне это очень интересно. Вода реально горячая. Настоящий кипяток. Извлекаем песок. И он снова сухой, ребята. Он снова сухой. Это фраза, которая насмешила всех в начале видео. Вынимаешь, а он сухой. Блин, ребята, ну что же, мы замочили в кока-коле, в молоке, в кипятке, да еще и с чаем. И он все равно у нас не намок. Ребята, этот песок совершенно невозможно намочить. Я не знаю, предлагаете свои варианты. В чем еще можно? В водке, в пиве, в шампанском, в вине. Я все это, ребята, попробую. Пишите в комментариях. И мы обязательно проверим, чем можно намочить этот песок. Смотрите также видео про кинетический песок. Ссылки у вас на экране в описании и в аннотации, если вы смотрите с мобильного в правом верхнем углу. Всем спасибо за внимание. Пока-пока, ребят.